Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! За Спартак в эти дни болеет все сильнее. Это матч красно-белой молодежки, которая в эти дни борется за кубок Харламова в молодежной хоккейной лиге. А вот будущее этой команды, как и, конечно, основного состава Спартака, абсолютно неизвестно. Есть громадные долги перед игроками в этом сезоне. И говоря уже о том, что сейчас бюджет клуба на будущий сезон составляет сумму 0 рублей 0 копеек. А сейчас, на сегодняшний вечер, формирование бюджета клуба на следующий сезон находится на нуле. Это факт, который можно констатировать. Разумеется, никакого финансирования в эти дни нет и у молодежной команды, которая оставила позади себя как минимум 37 коллективов, выступающих в МХЛ. Точнее, оно есть. Помощь пришла от болельщиков. Они скинулись всем миром. И за выход в финал премировали команду. Сумма 300 тысяч рублей. Плюс купили клюшки, которые в Спартаке уже попросту закончились. В сумме вышло полмиллиона рублей. У нас 5 лет команда. ХК – болельщик Спартака, а мы играем в РТХЛ. Вот. Посмотрели игры, как играла молодежка с Барысом. С Барысом. С Барсом. Посмотрели, что ребятам надо реально поддержать. Потому что той безнадёги, которая находилась в команде, не получала деньги с декабря. Ну, хотели хоть каким-то образом их простимулировать. Ну, собрали, деньги передали. Зарплату в Спартаке не платят 4,5 месяца. Основную команду распустили ещё в марте. Не на что было даже кормить хоккеистов после тренировок. Недавно, правда, нашли возможность заплатить месячный оклад сотрудникам клуба. И многие в Спартаке остаются работать, несмотря на такие задержки зарплаты. У меня были предложения по работе. Но я решил остаться. Слава богу, семья меня поддержала. Если бы ситуация была несколько другой, я бы, конечно, тоже ушёл. Был семейный совет, да? Был семейный совет. Ещё одна инициатива болельщиков. В воскресенье, в полдень, они организовывают митинг в поддержку клуба. По большому счёту, это крик отчаяния. Уже 30-го числа команда должна полностью рассчитаться по долгам и представить в КХЛ финансовые гарантии для участия в следующем сезоне. Спартак планирует попросить Лигу продлить сроки. И сейчас болельщики всеми способами привлекают внимание к проблеме. Мы ждём, чтобы нас услышали. Хотя все всё знают. Но объединение болельщиков, наше слово, не должно быть последним. Это уже, как говорится, последняя капля, что нас, наверное, услышат и всё будет хорошо. Болельщики неравнодушны. И, ну, они имеют право на выражение своего мнения. Мы, наверное, можно сказать, с благодарностью относимся к идее и к этой инициативе болельщиков. Посмотрим. Многие пороги обивали этой весной не только поклонники Спартака, но ещё и ветераны клуба. Сейчас идут переговоры с рядом крупных компаний. Но успеют ли их завершить до часа икс в среду? Шансов на спасение краснобелого хоккея остаётся с каждым часом всё меньше. Дмитрий Лукашёв, Олег Ельсеев. Большой спорт.